Манипуляции бывают двух видов. Высокого тона и низкого. Манипуляции высокого тона это крики, истерики, давление и тому подобное. Манипуляции низкого тона это всякие нежные манипуляции в стиле «Ну пожалуйста, я тебя очень прошу», «Я не верю, что такой человек как ты способен на это». И тому подобные фразы, которые мы замечаем меньше, но они на нас действуют очень сильно и постманипуляционный остаток от них более сильный. И тут какая ситуация происходит? Чаще всего, когда мы говорим о манипуляторах, мы представляем себе какого-то грозного такого человека, который имеет некое превосходство, который давит. «Вы не справитесь, это не твой уровень, таких как ты полно, мы расстанемся, я за неделю лучше найду» и так далее. И ожидая подобной формулировки от манипуляторов, люди пропускают опасные, нежные, милые, неагрессивные фразы. «Я тебя очень прошу», «Ну ладно, не можешь, я сама». Или мама говорит ребенку, «Ладно, ладно, иди, я сама доделаю». В принципе, люди ведутся на оба этих вида, просто когда происходят манипуляции высокого тона, они более заметны и, соответственно, очевидны. А вот когда низкого, они легче проходят на большинстве, и они более незаметны, а значит более эффективны. Давай, на примерах, разберем большую манипуляцию. Итак, звонок от мамы, она звонит сыну и говорит. «Сынок, мне сегодня на рынок нужно съездить, можешь меня подвезти?» Она не предупреждала заранее. Она звонит по факту и просит свозит. А у сына времени нет. Он говорит, что сегодня не может. И слышит фразу. «Не можешь? Ну ничего, ладно, я сама съезжу». Представь себе такую ситуацию, прям, закрой глаза и представь. Что ты испытываешь? Что у тебя внутри происходит? Или друг, подруга звонит в четверг, там, пятницу и говорит. «Слушай, можешь меня на выходных в аэропорт отвезти?» А у тебя уже свои планы построены, и ты озвучиваешь ему это. На что слышишь, например, такую формулировку? «А, ты занят? Я понял. Ладно, хорошо, сам доберусь». Слышав подобные фразы, у человека появляется чувство вины внутри и желание оправдаться. Все это показатель того, что манипуляция удалась. Формулировок, которые давят на чувство вины, очень много. И они постоянно слышны отовсюду, во всех сферах жизни. «А почему ты мне так долго не звонил?» «А почему ты мне не пишешь?» «А можешь мне помочь, а то у меня не получается?» «Ты что-то стал совсем мало времени дома проводить?» Ну и так далее и тому подобное. И все эти манипуляции снизу очень мощные и очень разрушительные для отрицата. Что с этим всем делать? Как на такие фразы отвечать? В рамках сегодняшнего видео мы разберем одну технику, которая достаточно эффективна и не требует дополнительной отработки. Узнал, применил, получил результат. Техника называется «Что ты хочешь на самом деле?» Механика работы простейшая. На манипулятивную фразу нужно задать вопрос, который вскроет истинную цель манипулятора. Мама звонит дочке и говорит «Ты мне что-то редко звонить стал?» И тут дочка может задать вопрос «Мамуль, ты ведь мне сейчас позвонила просто, чтобы пообщаться со мной, правильно?» Когда мы задаем вопрос об истинном посыле, мы вскрываем манипуляцию и можем вывести разговор из скрытого подпольного состояния в диалог, где человек может раскрыться и перейти к нормальному общению. Объяснить, что он хочет на самом деле, и тогда есть шанс на хэппи-энд. Но здесь важна, конечно, интонация. Это не стопроцентная техника. Стопроцентных техник вообще не существует. Но когда есть манипуляция снизу, эта техника очень эффективна. Мама звонит и говорит «Сынок, можешь отвезти меня на дачу?» И тут можно задать вопрос «Мам, ты хочешь доехать на дачу, или ты просто хочешь со мной больше времени провести и пообщаться?» Скорее всего, ответ может быть в стиле «Да, конечно, хочу с тобой пообщаться, давно не виделись, уже начинаю забывать, как ты выглядишь вообще». «Мам, супер, я тебя услышал, давай тогда я тебе закажу такси, оно отвезет тебя на дачу, а я к тебе в воскресенье обязательно заеду, свои дела сделаю, и мы с тобой пообщаемся». Согласитесь, такое общение выглядит намного более экологично. Вот такой прием, пожалуйста, пользуйтесь, делитесь результатами в комментариях и помни, что если ты видишь манипуляцию, она не страшна. Манипулируют все и большинство это делают неосознанно. Важно, ведешься ты на это или не ведешься. В результате манипуляций у человека, к которому обращена манипуляция, могут быть очень негативные последствия. Но если ты видишь, что происходит, понимаешь это, то негативный эффект сильно снижается. Если тема манипуляций и тема общения в принципе тебе интересна, приглашаю тебя подписаться и изучить мои посты, мой аккаунт. Я занимаюсь тем, что освещаю тему качественного гармоничного общения и эффективную коммуникацию. Еще увидимся. До встречи.